Субтитры делал DimaTorzok Ну и даст второй, что наверное не очень-то и удивительно. Капитан Монос последний игрок команды One Free и его тут достаточно быстро разваливают. Так, сразу по пикам пройдемся. Если что-то по звуку там будет вас не устраивать, уговорите, я подкручу звук в клинфиде, хотя на самом деле это просто браузер. Так, и по поводу пиков. Что у нас тут? Так, Линвижн забанили Трейн, прям сходу. А что у них по Трейну интересно? Прямо сразу и посмотрим. Так, Линвижн, Трейн. А, ну они вообще его не играют, у них за 3 месяца 0 карт. По крайней мере на Шелтиве. Мы знаем, что китайский КС на Шелтиве не так часто попадает, потому что была у них там в свое время какая-то конфликтная ситуация, связанная с поставными матчами. Но сейчас вроде бы ситуация начинает тихонечку меняться и проверенные турнирные операторы все-таки добавляются на Шелтиве, да, дают им администрации этого сайта эти вещи делать. Так, пока что у нас тут расстрел. Насчет Трейна мы выяснили. Дальше что? Ванфри. Заманили Вертиго. Давайте сразу и по Вертиго посмотрим, что у них. Ну, мне кажется, тоже 0 карт. Да, причем, что интересно, ни у Линвижн, ни у Ванфри ни одной Вертиго за 3 месяца не сыграно. Дальше Линвижн пикнули ДАС-2. Ну, в общем-то, своего пика достойно начала показывают. Далее, 1-3. Пикнули Нюк. Ну, там Капитан Мода, а он любитель этой карты. Значит, что у них по карте Денюк? 29% финрейта команда Линвижн за 7 карт. И у команды Ванфри за 8 карт 25% финрейта. Это можно сказать, что команда на одном уровне. На счет ДАС-2, кстати, у Линвижн за 10 карт 70% финрейта. Если что, все карты за 3 месяца, да, я привожу в статистику. У команды Ванфри 5 карт за 3 месяца и 20% финрейта. Не так уж много, но всегда есть шансы справиться. Да, опять же, 5 карт это, ну, не совсем прям показатель. Хотя и по этому показателю тоже можно судить о том, насколько хорошо команда может отыгрывать эту карту. Кстати, а что у нас с X-Ray? Я не знаю, то ли специально его, может быть, выключили, подвисла у нас немножечко трансляция. Не знаю, с чем это связано, явно не с моим интернетом, кстати, потому что у меня точно ничего не лагает. Но ладно, хорошо. Допустим, пусть будет так, окей, меня, в принципе, устраивает этот стоп-кадр. В таком наклоне я Counter-Strike еще не видел. Ладно, хватит рофлить, наверное, нужно перезагрузить. Ну, очень долго грузится, конечно. Но мы вроде бы достигнем успеха, я надеюсь, по крайней мере. Так, что у нас там происходит на трансляции? Играли Vertigo, говорят. Ну, смотрите, я просто как бы беру статистику с SHLTV, да, вот за последние три месяца она прямо на SHLTV есть. И там написано, что Vertigo не было, поэтому я как бы за что купил, за то и продал, да. Я вас не пытаюсь обмануть или дать вам какую-то неверную информацию специально ради чего, зачем мне это нужно, да. Ответьте себе сами на этот вопрос. А мы пока что ждем. Пока оно загрузится, я буду с SHLTV комментировать, почему бы и нет. Да, что у нас там происходит? 0.3 пока что еще, друзья. Команда LeanVision хорошо себя чувствует. Может, ты загрузишься? Пожалуйста. Вообще нет. Прям совсем не хочешь грузиться. Подстава. Друзья, нас подставили. Нас подставили. Что делать будем? Так, а... А если еще раз подпалывать? Да нет, это не я, балда. Это... Дичи-то не работает почему-то, я не знаю. Но это китайская платформа, и она, видимо, пинг может очень большой. Тем временем, первый девайсный раунд, по-моему... А, нет, не первый девайсный раунд. Один из девайсных раундов у нас проходит сейчас на счете 3-0. 36 секунд до окончания раунда, и команда OneFree уже в ситуации 4-0. Хотел сказать 4-1, но нет, 4-0. Достаточно быстро они расправились чуть ли не единомоментно с игроками практически всеми команды защиты. Оставался там Not7 в живых, но и он недолго жил. Я ничего не понимаю, почему оно не хочет работать. Чат, спасайте, пожалуйста. Я не знаю, не хочется все работать. Ладно, продолжим тогда наш LTV смотреть. Так, теперь раунд под номером 5. Айон у нас сразу делает Enterfrag PA игроку команды защиты с никнеймом XG. Далее, что нужно еще сказать. У LeanVision сейчас что-то типа форс раунда. То есть у них там, вот я вижу, два дегла. Что было у XG уже сказать невозможно. Есть еще XG, кстати, у Not7. И Z75 у Yovana. У некоторых игроков из Китая, конечно, никнейм не читаемый совершенно. Буржуевский стрим. У них работает, да? Давайте попробуем. Я думаю, что они не будут против. Я не понял, почему у них работает, а у меня нет в чем прикол. Reload. Ладно, она отказывается работает. Давайте действительно парней включим. Не наших, да? Англоязычных. Это хорошая идея. Это хорошая идея. Человек, который подсказал мне гений. Теперь осталось все это сделать. Ну, а мы, вы же понимаете, что мы будем смотреть беззаправленно. То есть там же англоязычный кастер, поэтому у нас будет картинка, но не будет звука. Сейчас я еще попытаюсь как-нибудь, может быть, получше это сделать. Но он захватывает у китайцев. Я захватываю у него. Поэтому у нас такая тройная трансляция. Три в одном. Что мы видим тем временем? Я бы не сказал, что мы сильно много пропустили. Команда Lean Vision взяла три раунда, действительно. Но все остальное, обо всем остальном, что и происходило и в четвертом раунде, и в пятом, я вам, в принципе, рассказал. Что у нас на конец пятого раунда здесь произошло. Ари зачем-то засейвил себе неполный армор с пистолетом, точнее, с деглом. Не знаю, может быть, это и не самая плохая идея. А, учитывая то, что, да, у его тиммейтов денег не особо много. Наверное, это лучшее, что он мог сделать, в принципе, в предыдущем раунде, учитывая ситуацию. Один в пять или один в четыре там было, по-моему, при поставленной бомбе, ко всему прочему. Ну и One Free пока что начинают немножко комбачить. А будет сильно критично, если я сделаю. Англоязычный кастер, надо сказать, достаточно молчаливый, господин, судя по всему. Что ж, пока что он не разговаривает, давайте тогда я поговорю. Я не думаю, что вам прям хорошо слышно. А нет, он решил поговорить неожиданно. А если что, все еще не работает там со звуком трансляция, к сожалению. Поэтому продолжаем смотреть так. 3-3. Счет тем временем. Линвижн смогли взять три раунда в начале. Я вот хвалил их, что они действительно свой пик неплохо начали. Но сейчас One Free камбэчит. Причем камбэчит достаточно уверенно. Да, мы не видели вот этой вот атаки там на девайсных раундах, хорошие, которые они показывали. Но вот сейчас у нас наконец-то появилась возможность за этим посмотреть. И выход, судя по всему, на точку B. Бомба. Да, сейчас как раз появилась у игрока под номером 9. Я не сразу понял, что у них таким оранжевым квадратиком обозначается бомба. Ну и тут раскидка точки B. Причем достаточно плотно. One Free накидает гранат. И выбить этот плент уже в принципе будет невозможно. Если Линвижн сюда попытаются зайти, это смерть. Здесь делать нечего. Нужно идти сейвить. Причем идти сейвить максимально аккуратно. Понимая, что 5 в 3 ситуация. И на B плент, скорее всего, не все игроки команды атаки-то зашли. Где-то, скорее всего, еще есть какой-нибудь люркер. Да, который может повыбивать девайсы из защитников этой карты. Чем, кстати, Диди занимается. Ну, Диди молодец. Я не знаю, если вы смотрели китайские матчи. Так, лука полетела куда-то. Так вот, если вы любитель китайских матчей, вы и Капитана МО 100% знаете, и Диди 100% знаете. Они прям деды китайского КСа. В общем-то. Так, ну и бомба взрывается. Митсу Хуза сейвил Аук. Два игрока команды защиты погибли при сейве. Не самый удачный сейв для Линвижн. Ну да ладно. Я не могу прибавить звук игры, понимаете? Я с удовольствием бы прибавил звук игры. Но... Но не могу. О! Заработало. Теперь нужно... Продолжение следует... Продолжение следует... ... Играет музыка Все, наконец-то можно смотреть со звуком И мне будет привычнее И вам приятнее слушать Так, 1-3 4 раунда подряд, хороший очень результат Тут Экзек хорошо поработал С ауком своим, но Теперь по нему есть информация, и конечно пойдут из него Этот аук выбивать Опять же, экономическая ситуация у Линвиженс сейчас максимально плачевная Да, у них там уже есть Луз-бонус Сколько? Ну, раунда 4, по-моему, если я не ошибаюсь Но опять же Мы видим пока что, что на данный момент 1-3 девайсные раунды Линвиженс Переезжают Причем уже не первый раз подряд, по-моему Два девайсных раунда у сперва 1-3 Выиграть Линвиженс за вот эту вот Свою серию из 5 раундов, да, на данный момент Фризят, но это не у меня фризят Немножко подлагивают, может быть Клинфит Я могу попробовать его Сделать еще немножко качественнее, например Во Все, 4К-картинка Крейгаз А скидка Мидла, в принципе, все достаточно дефолтно То есть В китайском кейсе Обычно копируют стратки там Европейского контур-страйка СНГ контур-страйка в том числе То есть свои наработки у них, конечно, есть Но Я бы сказал в меньшинстве, наверное То есть они такие парни-любители покопировать Но есть оригинальные вещи также, да Не будем китайский кейс прям совсем В этих планах С этими заслугами принижать Ну и 2АВП на защите Это хорошая идея Посмотрим, как это сработает Опять же Главное, чтобы это не было последней идеей Команда Линвижн на свою защиту На дасте втором, да То есть если не задастся То мне рекомендуются Что они будут делать дальше Пока что непонятно Но посмотрим Пистолеты взяла команда Линвижн Так, ну и 1-3 Распитка плента До этого ходили на пэплент Достаточно успешно Сейчас пошли на апы Ну не факт, что они будут сюда входить Кстати Может быть Перетяжка на точку Б Привет, бомба Передом 100% Паплет Есть размен На КТ забирают еще Тоже кэфик-команды Защиты Погибает Кто это был-то Ладно, я что-то запутался в никнеймах немного Потому что Кирокик какой-то странный 2-2 ситуация Видно голову Начинает доработать Съесть первый минус от него Далее Там его добивает Но вот эта вот пара игроков Они вместе очень много сыграли Очень-очень-очень много Так что у них там все Слажено И отработано Должно работать 3-6 Слушайте, ну серия Из шести раундов Она прямо Сейчас Может убедить нас Потому что команда One Free Имеет какую-то странную статистику Насти второго Потому что у нее 20% Эпинрейт За пять карт Почему так Если они Действительно неплохо Эту карту Капаем Хотя может быть Тренили Опять же Так, ну тут раскид Под флешку выпадет На лун Игроки команды защиты Очень быстро с ними Со всеми разбираются Так, ну и двое на КТ Их нужно просто добить Ничего абсолютно не придумывая 3-7 Уже 7 раундов серия Как думаете Сколько продержится One Free До первого поражения Я парень рисковал Поэтому я скажу Что они возьмут Ну до 10 Идти точно И они сейчас Этот проиграют Такое может произойти Снова 2 АВП По-моему По расстановке Если я не ошибаюсь Все точно так же Как и было в предыдущий раз Но тут решил рискнуть У нас Один из игроков Команды защиты Митсуха Да, перформанс Конечно В этом раунде От него Неудачный Абсолютно Снайпер Даже если их двое Снайпер в любом случае Не должен Погибать первым Но идея Так или иначе Была неплохая Может быть Не хватило Какого-нибудь Тиммейта На размене Который вышел бы Пытался бы Разменять Может быть Не хватило Флешки Опять же Саппортящий Да, человек Который Стоит в данный момент На ланге Так же Как и Погибший ранее Снайпер Чего-то Короче говоря Не хватило Так Ну и Никаких абсолютно Агрессивных действий От команды Ванфри На ранних таймах Они тут решили Медленно поиграть Забрали По-моему Снайперскую винтовку Нет XG решил Продолжать играть С Аугом Я бы Наверное На его месте Все-таки Взял бы АВП себе Ну или По крайней мере Попытался бы Вот Под этот смог Который только что Ему откинули Это Ауа Куда-нибудь Выкинуть Чтобы его Не подобрали Хотя Сомневаюсь С другой стороны Что Ванфри Будут играть С двумя авиками В атаке Но Чем черт не шутит Китай все-таки Хотя Надо сказать Что я Китай Уже достаточно Давно не смотрел И Может быть Я Руководствуюсь Старыми впечатлениями О китайском КС А сейчас он Может быть Неожиданно Поднялся И стал Стал на один уровень С европейским Контерстрайком А вот чем Черт не шутит Дзун Идзи Отличный зажим Два минуса От него Здесь Достаточно Залетают Далее Добивают Еще одного Команды Атаки И у нас Ситуация Моментально Стоит Не в пользу Команды Ванфри Но остался Человек Который В теории Может тащить Но капитану Мог Конечно Здесь Не хватило 4-7 Друзья И продолжаем Так Начал Для команды Линвижен Если я не ошибаюсь Это Первый Вообще Для них Интерфраг За последние Сколько 7 раундов Наверное 8 Кстати Как я и говорил Сейчас я скажу Что Ванфри Возьму До 10 И они Проиграют И Они Проиграли Здесь Не взяли Это Что Такое Сейчас Было Не Понял Нет Правда Не Понял Это Что За Гениальный Смог Лежит Слева Окей Может Быть Действительно Смог Гениальный Такой Это Раунд Вообще Непонятный Я Смотрю На экран И не Понимаю Что Происходит Такое Достаточно Часто Случается Но Тут Я Прям Вообще Ничего Не Понимаю Возможно Человек Который Стоял Около Дверей Б Планта Каким То Образом Заметил За стеной Одного Из Аппонентов Отметил Его На Карте И Человек Который Стоял На Апланте Начал Стрелять В Мидл Ну Это Настолько Подозрительно Сейчас Выглядела Что Я Даже Не Уверен Стоит Ли Об этом Сейчас Говорить А то Скажут Потом Комментатор Сидит И Подозревает Игроков В читерстве И уволят Меня Короче Говоря А я Буду Потом Плакать Вот Плакать Я не Хочу И Чтобы Меня Увольняли Тоже Не Хочу Мы Просто Забудем Что Это Произошло И Продолжим Наслаждаться Замечательным Китайским КС На втором Дастике Так Ну и тут Сразу Первый Минус Вот Команда One Three Временем Дождались Еще и У них Почему-то В Клинфиде Ничьи Кнеймы Которые Указаны В В Боксах Игроков Вот Поэтому Сложновато Немножко Работать С Килфидом Клинфид Сказал Так Ну и действительно Очень неплохая Ситуация Для One Three Два Минуса Они сделали Пять в Три По идее Проигрывать Не должны Тут Еще И И Ксг Теперь Очень Красный Пытается Дальше Простреливать Снайпер Коллектива Атаки Отличная Флешка Кстати Залетает На Кт Спа Он Есть Минус От Банши Но Более Чем Один Минус Сделать У него Не Получилось Отходит На Сейв Стоп 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 Зачем Команда One Three Сюда Пришла Зачем Они Принесли Бомбу У них Же Была Прям Полная Информация Что На Апланте Вообще Никого Нет Зачем Рисковать Тут Авика Сейчас Всех Перестреляют 12 секунд До окончания Раунда И Окно Причем Что Интересно Никто Не Смотрит Но Решил Нас Один Из игроков Команды Атаки Просто В Дверь Ну И Отстреливают Последнего Атакующего На Этой Карте В One Three Прям Очень Странно Поступили Знаете Я Еще раз Повторю Я давно Не смотрел Китайский КС И уж Тем более Давно Его Не комментировал Но Судя По всему За то Время Что Я не Комментировал Его И Не Смотрел Ничего Особо Не Изменилось То есть Как Играли Так И Играют Очень Странно И Ну Блин Вот Я не могу Себя Представить Чтобы Какая-то Команда В европейском Контерстрайке Сделала бы Такое Но там С другой Стороны Может быть Они подумали Что Типа Времени Не хватает Перетащить Бомбу На Аплент Может быть В этом Была Причина Но По-моему Там Оставалось Еще Секунд 25 Тире 30 И Этого Прямо За глаза Хватает Чтобы На Аплент Перебежать Поставить Плент Разве Нет Поправьте Меня в чате Если я ошибаюсь Что-то Напутал Может быть Не уследил Действительно Так У нас 46 До окончания Раунда Секунд Остается Есть Энтри От игрока Команды Линвижн И Далее Выход На точку Б Получается По-другому Играть Получается Только Раш От точку Б Ну И В этот Раз Кстати Тоже Получилось Без Проблем Расстреливают Двух Ходившихся Здесь Линвижн Ну Опять же Я бы не стал Выбивать Наверное Сейчас Потому что Нет экономики Хотя Вот После этого Минуса Можно попробовать Тем более Что и позиции Какие-никакие Под точку Б появились Ну Остается Только Дождаться Пока Развеется Смог На двери Смог Закончился И Сейчас По флешку Будут пытаться Команды Линвижн Как-то Этот плент Выбивать Почему-то У Ивана Остается 1% здоровья Где-то Поймал Молик Снайпер Коллектива Атаки А куда-то Потерялся У нас Еще один Игрок А их Там Двое Было Ладно 6-8 Короче Говоря Так Выход на Плент Быстрый Причем Бомба Судя по всему Все это время Накидывала Флешки Нет Ну вот Под гранаты Я обратил внимание One free По крайней мере Линвижн В меньшей степени Ну по крайней мере Из того Что там Показывает Камера Observer Там Или это Автодиректор Я не знаю One free Вот под флешки Под гранаты Очень четко Работают Приятно Смотреть То есть У них вот Конкретно Видно саппортов Которые Флешки Накидывают Людей Которые Открываются Под эти Флешки Ну вот Прям Глаз радуется Тут сказать Ничего плохого Не могу Мы расселись По карте One free У нас У нас еще Минута В принципе Есть Но подумать Чем будут Заниматься Игроки Команды Атаки В этом раунде Пока что Вырисовывается Какой-то Сплит Бэп Плентаж Что ли Даже Не могу Сказать Что это Может быть Ну Судя по всему Это примерно То же самое Что мы Два раунда Назад Видели Но В этот раз Два игрока Команды Атаки Будут заходить Через лонг Не через шорт И они Накинут флешку И оттягиваются Тем временем Запушили Нижнюю тэшку Игроки Команды КТ Бомба Слава богу На руках Осталась В one free Так что Еще можно Как-то Реализовывать Ну Линвижн Должны Этот раунд В любом случае Забирать То есть Позиционно Лучше Все И карту Они контролируют Намного Больше В данный момент Чем команда One free Хотя Вот этот Вот минус Может неблагоприятно Сказаться На точке Б Ой-ой-ой-ой Вот это проблема Если бы сейчас Еще и На шарте Игрока Забрал Это был бы Вообще Лучший Гимплей За Первую половину Этой карты Да но Эх Была надежда Но Не сложилось У меня Была надежда Да Ну и у капитана Мо Наверное Тоже Была надежда Ну и у него не сложилось Семь-восемь Ну так Пойдет Пойдет Нормально Они играют Есть некоторые Странные моменты Прямо вот Очень странные Но это нужно Привыкнуть просто Ну китайский Контерстрайк Вот такой Бывает Значит что у нас дальше У нас дальше Карта Денюк Третья карта Деймираж Вот интересно Дойдет до Деймиража Или нет И напомню На всякий случай Что Сегодня примерно Ладно Не буду говорить Время В общем После этого Бест оф три Будет две карты Или три карты Я не знаю Но после этого Бест оф три Будет еще и финал Финал Это будет жарко Скорее всего Команда Тайлу Уже дожидается Своего оппонента Победителя этого Бест оф три В финале И тоже я наверное Буду комментировать Пока еще точно Не знаю Ну вроде как я Так что Приходите На финал Так Ну и пистолет Вторая пистолетка Ван Три На защите Лин Вижен Будут атаковать Капитан Моу Есть первый минус От него Далее Какие-то Разменные И аккромант Защиту нас Решила в спину Запушить Ну это интересно На самом деле Но Сработало Или не сработало Пока что Сложно сказать Один минус Они сделали Но потеряли При этом Одного из тиммейтов Выход на точку А Заметили Заметили Голову повесили Бомба Дефюзится Все Команда Лин Вижен Пистолетный раунд Проиграла Просто потому что Они все это время Бегали Выбивали На шарте Одного из оппонентов Душили Душили его до последнего У них бомба Дефюзис Им все равно И Нет патронов Не хватило Еще один минус Сделать Но сколько там Два минуса Банжи все таки Залетело 7-9 Один Вижен Вырвается вперед Сейчас можно Действительно Закрепить свое Преимущество Взяв Даже 11 раундов Вполне Почему бы и нет Хотя Учитывая то что Немножко Поменялась экономика В плане того что И саму экономику Изменили Ну Об этом вы уже все знаете Может кто-то не знает Что Галил еще стал Немножко дешевле На 200 долларов И теперь Если команда атаки Ставит бомбу И Проигрывает раунд То им хватает На фул армор И на Галил И это реально имба То имя Так, ну и Выход на Аплент Бомбу поставят Линвижн Получает снайперскую винтовку В свое распоряжение Юван ХП мало, да, действительно Но с другой стороны Не совсем та снайперская винтовка Которую он хотел бы сейчас владеть Попытался пикнуть В итоге погибает, тем временем пытаются еще и шортать Здесь обкушать Аплент игроки команды защиты Ну, выбивание 100% Но опять же Линвижн снова поставили бомбу То есть у них экономически сейчас должно быть Все плюс-минус неплохо На полный бай так, конечно, не хватит То есть никаких калашей С арморами и с раскидкой А уж тем более авика там не будет Но, можно снова закупиться Например, теми же гориллами С армором Почему нет? Но решает все-таки Линвижн сыграть На верочку И просто сделать До 2000 Видимо, какой-то Поблфорц Непонятно Игсг закупился до 1700 Зачем он это сделал? У меня ответа точно нет Может быть, есть у него Но спросить мы не сможем Так, ну и ванфри На пике своего оппонента Я бы сказал Чувствует себя достаточно уверенно С чем их можно поздравить Ну, на защите им, по идее, должно быть Не то, что прям совсем легко Да, но Должно быть комфортнее, чем на таге Потому что защита Это все-таки защита Но они проще В принципе играть Отличный Нет, три минуса От Диди Досидел Деревяхина своей Так, ну и вот он, бай Смотрим количество СГшек Мета Добралась до китайского КСа Причем Она Добралась И уходить, судя по всему Не собирается У нас народ потихонечку Пересаживается на клаши Потому что дешевле Хотя, казалось бы Экономия в 300 долларов Много ли это решает? Вопрос, да Тут все еще 4 СГшки Плюс клашников Вполне себе Юзабельная стратегия Я не говорю, что в Европе Этого никто не делает Сейчас Или там в СНГ, например Или в Америке Вот, ну как бы Просто вам такая информация 7-11 Счет у нас Что? Команды Ванфри Три Мки Без глушителя СГшка Трофейная И капитан Мо С Сайленсером Относительно Ростовки Команды защиты Два человека Точку боя броняют Двое человек Находятся на Ланге Причем Прям практически В упоре К бочке Во-первых Они информацию Собирают Какую-то Аудио информацию И Перекрестный огонь У них тут Прям жесткий То есть Если команда Линвижн Попытается Выйти лонг Скорее всего Это Обернется для них Потерями Причем Достаточно большими Так Ну и 50 секунд До окончания раунда Команда Линвижн В этом раунде Сделала вообще ничего То есть Они пришли на шорт И минуту здесь стоят Все на этом В принципе Идея стратегическая Закончилась Причем их Совершенно точно Хорошо слышно С синего ящика Шорт прекрасно Прослушивается Информация практически полная Думаю Команды Ванфри имеется Но Точечную притяжку На Аплент То есть Четверых игроков Ставить на Аплент Пока что не решились Пошла тут раскидка Но Через шорт Все еще не вышли Попытается Линвижн Вот у нас Синнадцатая секунда Пора выходить И выход начинается На гусе у нас Один игрок Команда защиты Еще один находится Около рекламы Ну и вот Пожалуйста Первый минус Семь секунд Шесть Успеет Когда они поставить бомбу Вопрос на миллион Нет Не успеет Все гг Двенадцатый раунд Для команды Ванфри Рано вышли Рано парни Нужно было Еще немножко постоять Так Капитан мой Еще и после После таймера Убил одного из игроков Команды Атаки Да Восемьсот пятьдесят долларов У Ари Что-то пошло не так По-моему В предыдущем раунде Так Ну и вот Смотрите Снова работа От команды Ванфри Под гранаты Прям все очень четко Тут по головам прошелся Правда В этот момент Игрок с СГ Начало было Прям совсем хорошее Для Ванфри То есть Они троих игроков Команда Атаки убили Тем временем За машину Отступает Лан Но он просто сгорел Да наверное Нужно было уже Понимая Что сгоришь Пикать с авиком Пытаться как-то выходить Делать минусы Но тут просто себя продал По факту Так Мне все еще Все еще сложно Сопоставлять Киллфит И никнеймы игроков Потому что Я смотрю на киллфит И там вообще Другие вещи написаны Тем временем Команда Ванфри Выигрывает Тринадцатый раунд У меня просто Когнитивный диссонанс Периодически создается Там вообще Не то Это просто привычка Ты смотришь туда И там сразу все понятно А тут Какая-то странная информация Ну да ладно Так Бомба Дефюзит Линвижн Сейчас посмотрим Что у них будет С экономикой Четыре триста пятьдесят Пять семьсот Ну Бай с калашами Причем Можно в теории Купить авик Кстати Юван Что интересно В предыдущем раунде Вот я об этом не сказал Сделал четыре минуса Сильно Сильно Так АВП не будет Это уже очевидно Но Будет Три СГшки И два калаша Раскидочка Существенная Ее хватит Чтобы на Б плент выйти И А плент Подраскидать И Стратегически Позанимать Какие-нибудь Интересные позиции На миду например Или опять же На том же ланге Ну и в этом раунде Команда Ванфри Немножко изменила Модель обороны Свою Если вы обратили Внимание на карту Теперь на ланге У нас один человек Изначально там было два Игрока Команда защиты Но Игрок под номером Девять Это капитан Но с авиком Он оттянулся Сейчас под шорт При этом один игрок У нас находится на КТ Это Карса Также помогал ему тут Лан Лан оттянулся Под Б плент И все это время На Б пленте находился Диди Диди сколько я помню Практически всегда Его играл В командах Роль опорника Точки Б Ему не привыкать Так Ну и снова выход через шорт Надеюсь в этот раз Они минуту тут стоять не будут Но такое ощущение Дождаться тиммейтов Опять же Для команды Ванфри Ситуация очень хорошая Они в большинстве Их пять человек Команда Линвижн В четвером Будет пытаться Обронить эту бомбу Ну и посмотрим За выпиванием Три игрока Судя по всему Будут действовать Через шорт Два игрока Соответственно Через лонг Тут нужна информация Для начала Команде Ванфри О том Где кто находится Шорт информации имеется Теперь Митсуха Гуляет в Молик И там тем временем Забирают Айона Который на самом деле Банши Почему-то Ну и в этот момент Залетает минус От Титана Мону Тут уже не успеют Залепить бомбы Просто-напросто Команда Ванфри Скорее Куда не успеют Тут уже можно просто И даже не сливаться Пытаться И это восьмой раунд Для команды Линвижн Но разница все равно Существенная Пять раундов То есть Ванфри Сейчас если они Поднапрягутся Они Могут эту серию Раундов и добить Им нужно всего лишь Три для победы На пике своего оппонента Потом еще взять Свой пик И в принципе 2-0 Да и потом уходить Играть против Тайлу Финнау Я предыдущий матч Скажу честно Не смотрел Кто смотрел в чате Напишите пожалуйста Как там себя чувствует Тайлу сегодня У них сегодня Очень забитый день На самом деле В плане Матча То есть они сыграли Первые Best of 3 Сейчас играют На другом турнире Еще одно Best of 3 И вот у них Еще и финал сегодня Так ну и У команды Линвижн Действительно Экономика На этот раунд Ну не сказать Что прям Просела Но она Не очень сильно То есть там 2 Галила Как минимум 3 Галила Даже вот я вижу Раскидка По крайней мере Имеется Что уже Плюс У One Free Все достаточно печально В этом плане У них и Девайсов нормальных Нету У всех За исключением Карс Карс успел Засейвить В предыдущем раунде И по раскидке Все очень плохо Диффуза Слава богу Имеется То есть это уже Ну какой-то положительный Момент Да Для One Free Так И тут Еще один девайс Появляется У команды защиты И выход Тем временем На точку А Уже практически Состоялся Кстати Карса Они Я не понимаю Как они стреляют Правда Они какие-то Нереальные вещи Делают Периодически Может быть Это просто Смотрится Так Вот Непривычно Для Для нас Для меня Там такие вещи Порой залетают Что это просто ужас Карса Один против троих Надо тащить Приключите на Карсу Пожалуйста Observer Ну как бы не хотелось Посмотреть Красивый клатч Момент Его скорее всего Не будет Просто по той причине Что в перекрестном огне Находится Игрок команды One Free Так Теперь Линвижн Сейчас еще ближайшие Два раунда Скорее всего Должны брать One Free Сейчас будут Либо Low Buy Либо какие-то Экономические Раунды Возможны Посмотрим И напомню вам Что вы можете Голосовать За фаворитов Матча В приложении Стрейф И спорт Оно доступно Сейчас и на iOS И на Android Платформах Поэтому Качайте Голосуйте Будьте Счастливы Также Можно следить В этом же приложении За расписанием Всех матчей Этого турнира Ну и также Там Новости Есть Да То есть Можете оставаться В курсе Абсолютно всех Новостей Связанных С Counter-Strike Global Offensive С приложением Стрейф И спорт Я посмеюсь Если они Часно получают Хэдшотов Просто Так Ну Один хэдшот Они получили Два Два Три Нет Не сложилось Но это все равно Было красиво Ставится бомба Ну и ланз Капитан Мо Вообще Никакого смысла Сдейвить Можно идти Смело умирать Прям просто Бежать на плюс В Ну вот так Так как ланз Сейчас сделал Просто бежал 10-13 Камбэк Или не камбэк Камбэк Или не камбэк Хм Также напомню Что используя CS.money Вы можете быстро И самое главное Безопасно Обменивать Покупать И продавать Скины Наша система Виртуального инвентаря Поможет вам Проводить сделки С предметами Counter-Strike Go Без ожидания Семидневного бана На обмен Вот так Так Тем временем Выход на лон Тут что-то случилось С командой OneFree Хотя Разменялись Достаточно успешно Но изначальная ситуация Была прям совсем Плачевная 8% здоровья У Ивана остается При этом Что забавно Лан Фуловый Он выходил Условно на четверых Игроков команды Атаки И остался при этом С полным практически Запасом здоровья Практически с полным Запасом здоровья Он остался Так вот Хитрый китайц Так OneFree Предпринимают Какие-то Прямо Совсем Не дефолтные Действия Привет Бомба Не знаю Не знаю Не знаю Стоит ли стреляться В такой ситуации Когда у вас бомба есть Когда до конца раунда Осталось 2 секунды Ладно Там не 2 секунды было Сколько Секунд еще наверное 20 Что происходит В китайском КС Я не понимаю Зачем они это делают У меня сейчас Просто взорвется мозг Потому что я вообще Не понимаю Что происходит Как они играют В эту игру Как Я просто У меня У меня закончились Реально слова Великого и могучего Русского языка Уже не хватает Чтобы описывать То что в этом матче Творится Это просто ужас 11-13 Друзья Команда OneFree Вместо того Чтобы Закончить Закончить эту игру Они решили Пофармить фрагов Ладно Такое бывает Такое бывает Абсолютно со всеми Хотя и достаточно редко Как говорится Жадность Что я разгубила Так Тут в этом раунде Скорее всего Ничего сверхъестественного Не произойдет И сверхинтересного В том числе Команда OneFree Скорее всего Просто лоу-бай сольет Но нет Смотрите-ка Неожиданный Поворот И Сейчас может быть Еще один хедшот Нет У Банши Не залетела Еще одна голова И он вынужден Отойти под точку Потому что Умирать конечно же Не хочется Что появляется у него Это Мак-10 Ооо Все Сейчас он команду Ревизион Просто покосит Появляется он в двери Решает попикать Или это Нет Все правильно Мак-10 Переключается на Диггл Но опять же Голова не залетела Тем временем У спин начинает давить Два игроков Команда OneFree Все заканчивается тем Что линвиженовцы Их просто расстреливают 12-13 И у команды 1-3 Наконец-то Появляется Бай Мы так долго Его ждали И вот он Настал Кстати Наш партнер Лутбет Приготовил вам Бонус К депозиту 100% До 200 евро Кликайте по баннеру Под стримом И получайте Этот заветный бонус Так По баю OneFree Две снайперские винтовки Также Две Мки Без глушителя И Сайланс Все туда же В принципе Так Милонг заняли OneFree Снова поменяли Модель обороны В каждом раунде Они пытаются Что-то придумывать Ну это хотя бы Интересно Да просто потому что Ты не смотришь Каждый раунд Одно и то же Капитан Мо Погорел немножко А где оборона Аплэнта Почему Парень на шарте Все еще АФК То есть уже пора Это что сейчас было Капитан Мо Я хочу выйти И больше не заходить сюда Француз Разлагинься Пустите пожалуйста В компьютер Капитан Мо Так тем временем Что происходит Какая-то неадекватная Дища творится В этом матче Еще одна попытка Пропрыгнуть Лан двухпроцентный Пришел выбивать Парень Что ты здесь забыл Беги Беги отсюда Спасайся Тебе здесь Абсолютно нечего делать Быстрее Быстрее А то взорвешься Ну сейчас его конечно Там скорее всего Сланга закроют Но это ладно Ну хотя бы пытался Засейвить Ну хоть не взорвался Уже хорошо Просто если бы он взорвался Я Я Не знал бы Как это комментировать Дальше Нет на самом деле На всякие Рофельные моменты Китайский кс Прямо очень богат Если вы сидите И у вас Если вы сидите с компьютера И у вас мышка в руках Вы просто клепаете Все это Клепаете Клепаете бесконечно Потом скинете мне в группу Вконтакте Если вам конечно Не будет сложно Потратить 30 секунд своего времени Я обязательно запощу Потому что Ну тут я Насчитал уже моментов Много моментов Короче говоря Вот Каких-то Совершенно неадекватных Но это Хотя бы весело Смотрится 13-13 Счет Могло бы Наверное Это уже закончится Если бы команда Ванфри Играла бы Чуть осторожнее Но тут Играют Как приходится Короче говоря Конечно видно Что и очень сильно Командам не хватает Именно тренировок С европейскими коллективами Чтобы вот эту вот Дисциплинированность Да Перенять То есть Ее сейчас нет Ее как не было раньше Окей Ее как не было раньше Этой дисциплины Вот в китайских коллективах Так Этой дисциплины Нет и сейчас И она нужна Она необходима Просто китайским коллективам Реально Это самое важное То чего им Действительно не хватает То есть Стратки Стрельба Это все есть Нужна дисциплина Так У нас тут Опять же Да что Почему Как они так стреляют Научите меня Так стрелять Почему Никто Из тир 2 Европейских игроков Так не стреляет 13-14 One-3 Берут First round Но это не самое Крутое То есть На это можно Уже даже не обращать Внимания Просто смотрите На их стрельбу Я периодически Выключаю микрофон Чтобы отхохотаться Потому что Если я буду хохотать В эфире Мне кажется Это будет не очень красиво Но Это Просто Ужас Это настолько Ужасно Что это прекрасно Так Что-то там Перепутали В девайсах По-моему Линвижн Что там Пытаются разобраться Энтрифраг Уже сделали По-моему он Free Погибает Банши Фух Я не знаю Если кто-то смотрел Тайлу против Не помню Против кого они играли Там было точно так же Да Хотя мне кажется Тайлу все-таки команда получше уровня. Насколько я знаю, я какой-то слух буквально пару дней назад слышал, может быть неделю назад, что они в Москве на буткемпе были недавно. Не знаю, насколько правдивая информация, но вот я, как говорится, опять за что продал, за что купил, точнее, за то и продал. У нас тем временем капитан Мо отстреливает двоих игроков команды, атаки, выходящих на точку А. Опять же, не нужно торопиться, нужно дождаться тиммейта. А тиммейт уже здесь, все, отлично. Теперь можно, значит, как-то пытаться это дело пикать. Отличная стрельба, опять же, от одного из китайских игроков и счет становится 13-15. Друзья, ванфри буквально в шажочке, в маленьком таком шажочке от победы на пике своего оппонента, несмотря на все рофлы, несмотря на, в принципе, вообще всю эту карту. Ванфри сыграли достойно. Ну, правда, достойно. У них и за стрельбой все хорошо, у них какие-то там интересные стратки на КТ, вот я вижу, присутствуют. То есть, они там то так позащищаются, то что-то поменяют. Вот сейчас, опять же, что-то поменяли, посмотрите. Там один из игроков команды защиты решил в начале раунда немножко подпушить миду, насколько я понимаю. То есть, он вроде как, ну, по крайней мере, на карте было видно, что он вышел за дверь. Не знаю, нам ничего не показали, как всегда. Тем не менее. Так, два ВП продолжает ванфри играть. Айон... Есть энтрифраг, далее размен. По-моему, это снова выход на точку Антон 2. Аппортика присутствует в этот раз. Забирают кого-то. Я уже не берусь говорить никнеймы. Ситуация двое против троих. Обсервер АФК. Капитан мой делает два минуса. Здесь точный минус не сделают, господин Обсервер. Я прям на 100% в этом уверен. Хотя вот теперь шанс есть. Я думаю, что капитан мой сейчас будет убивать. Нет, теперь минуса, скорее всего, здесь не будет. Мисуха решает отступить с позиции. Бомба у него на руках. 55 секунд времени еще есть. Подумать, что он будет делать. Ну и побежал. Бежал Мисуха на точку Б. Но, по сути, ванфри правильно абсолютно сейчас играют. Вдвоем. Вдвоем нужно играть, парни. Не сплититься. Почему нужно так играть сейчас? Попробую вам объяснить. Да, то есть, если бы, если бы Мисуха выходила бы на точку А и сделала бы один минус, скорее всего, второй игрок команды защиты сумел бы разменять. Даже если Мисуха сейчас поставил бы бомбу на точке Б, ванфри просто пришли бы туда вдвоем и опять же сыграли бы на размень. Ну, ладно. Окей. Нет размену. Где размен? Я не знаю, друзья. Покажите, пожалуйста, где размен. Есть размен? Понятно, ясно. GG. Фуууууух. Это, конечно, да. Это просто нечто. Я бы даже сказал. Ладно, друзья, рекламная пауза. Я знаю, что меня, скорее всего, не слышно. Да, рекламная пауза сейчас будет С вами Даня Джей Если кто-то наклепал этих нереальных моментов Пожалуйста, скиньте мне Вконтач, в личку Я запущу в группу свою С указанием того, что этот клип сделали вы Все, рекламная пауза Не расходитесь